Ребята, всем привет! Мы приехали в новый отель Labaranda Tower Bay. Вот так вот она выглядит снаружи. Давайте зайдем вовнутрь и посмотрим, что у нас там. Ребята, сразу на ресепшене есть расценки, сколько стоит обновить комнату там до серию, специальную комнату и сью-серию. Также расценки на поздний выезд и ранний заезд. Также расценки для людей, которые не с этого отеля. А это специальная приватная кровать на солнышке. То есть это типа какой-то павильон должен быть на пляже, стоит он 25 евро. Ну вот так вот у нас выходит, собственно, там наш ресепшен. Сейчас заселимся и будем показывать вам наш номер. Для истинных ценителей вот на ресепшене есть вот такая вот маленькая читальная комната. И здесь ведь есть книжки разные. Я так вижу все в основном на английском языке. Разные журналы. Кому интересно, может прийти сюда и почитать. Вот такой вот, конечно, красивый вид открывается при выходе с ресепшена. Как видите, есть вот такие вот столики под зонтиками, где можно посидеть, поотдыхать. Ну, как видим, домики, видите, в таком своеобразном стиле. Очень интересно, как они будут выглядеть внутри. Вот, очень похоже на нуйбийский стиль такой. Но вся территория, как видите, такая компактная, какая-то, я бы даже сказала, немножко каскадная. Очень много зелени. Видите, какие красиво подстриженные кустики, цветочки. То есть все очень достаточно мило уже на первый взгляд. И мне это нравится. Итак, ребят, мы уже в номере. Вот такой вот у нас номер прямо возле бассейна. Да, то есть мы можем выходить и сразу прыгать, по сути, в бассейн. Ну, а там дальше море. Да, вот так вот это вот наш номер. Но это не стандарт. Нам улучшили его, нам не сказали, до какой степени. Но вот такая вот лаунж-зона. Диванчик, столики, столики. То есть мы тут вообще закрываемся, по сути, вот так вот и все. И нас тут никто не трогает. Да, вешалка, чтобы вещи сушили. Ну, и кое, видите, все староватенько, деревянные такие вешалки. Ну, это у них такой стиль, походу, всех. Ну, может быть. И вот сам номер. Он, конечно, такой просторный очень. Большая кровать. Двухместная, мягенькая. Да, ключики, кстати, смотрите, не карточки, а вот такие ключики обычные. Две карточки для полотенец ставили. Ну, как обычно, в принципе. Ну, и вот такой вот маленький телевизор. Тут у нас, по идее, должен быть бар. Бар. Ну, он пустой. Пустой. Так. Набор. Здесь у нас кофе. Два стика, чай, сахар. Ну, это такой небольшой наборчик. И будто около этой сказали, что пополняется каждый день. Если у вас только не висит, табличка не беспокоит на номере. Также возле кровати есть розетка и светильник. Но она одна, поэтому либо светильник, либо зарядка. Да, но приходится выбирать. Такое место для чемоданов. Отдельное, что они не мешаются. Это, кстати, достаточно удобно. Есть у нас такой шкаф. Большой есть еще дополнительные подушки две. И еще одна. Ну, там какая-то подушка. Также ящики. Котели. Ну, для такой, для вещей. Да, и сейф. Инструкция по пользованию сейфа. Сейф бесплатный. Так, здесь у нас... Пару вешалок. Ну, кстати, вешалок маловато, конечно. Но они все... Не поломаны уже плюс. Да, есть такое зеркало, чтобы было удобно собираться. И такая вот у нас ванная. Конечно, у них такой своеобразный стиль ванной. Как можете видеть. И знаете, что у нас вообще поверло в шок. Здесь вообще нет никаких банных принадлежностей. Только вот шапочка для душа. Да, есть вот рядом какой-то... Это, по идее, это либо гель, либо мыло. Мы вот не разобрались. Потому что такая же штучка возле раковины и душа. Душевой, да, вот есть. Мы вряд ли думаем, что это шампунь. Мы позволили на рецепшн, чтобы просили дополнительный набор ванны. Сказали, что если есть, принесут. Если нет, то... То есть желательно, если вы приезжаете в Лавранду, брать свои ванные принадлежности. Потому что такой неприятный сюрприз, конечно. То есть в ванной, видите, тут как бы можно сесть. Тут вот снизу течет вода, чтобы как-то ноги, я так понимаю, мыть. Ну и, в принципе, душ достаточно чистый. Видите, он офолированный такой вот. То есть новая сантехника сама по себе. То есть происходило... Он, кстати, не поцарапал. Вообще в идеальном состоянии душевая. Это плюс. Давайте проверим, какой здесь на поле воды и каким она цветом. Потому что мы сталкивались, конечно, с разным. Это непонятно. Она и отсюда, и отсюда течет. Я вижу, что это странно. Короче, как-то... Нужно разбираться. Ну, очень комфортно, на самом деле. Просто мы как раз, чем мы решили проверить, потому что, когда мы заселялись, какие-то женщины подходили на ресепшн и говорили, что у них не работает душ, что у них течет только снизу, а сверху не течет. И вызвали себя какого-то мастера. Фен. Проверяем, рабочий или нет. Фен работает. Кстати, резюнка здесь есть. Это хорошо. То есть здесь у нас в этой части есть такой унитаз, что все продезинфицировано. И есть биде. Вот такое вот. И, кстати, есть дырю. Ну да. Мне интересно, конечно, кто ими пользуется. Так. По полотенцам у нас два больших, два швитера. Два маленьких и для ног. И для ног вот тут присутствует. То есть комплект полотенец полный. Это приятно. Звонились на ресепшн, когда спрашивали про ванные принадлежности. Сказали, что возможно принесут. И спросили мы за халаты. Халаты здесь за отдельную плату. Да, за отдельную плату. То есть даже в таком номере, который лучше стандарта, да. Потом утюг не предоставляется. Это тоже за отдельную плату. И вот ванные принадлежности сказали, если есть, то мы принесем. А если нет, то выкручивайте сами. Будет очень интересно, да. Потому что мы с собой не брали ничего. И, конечно, мыть голову после такой соленой воды. Это вопрос. Походу придется идти в магазин и покупать шампунь. Ну здесь, кстати, есть, я видел, недалеко рынок. Там сувениры и разные принадлежности. Поэтому, если вам что-то понадобится, вы можете купить там. Да, сейчас мы пойдем на обед. Посмотрим, чем нас будут кормить в Лавранде. А, и плюс этого номера, он находится вообще, в принципе, в центре. Вот здесь сразу идет бассейн. Давайте, чтобы было понятнее, покажем вам сразу на карте. Вот здесь находимся мы. Вот пляж, бассейн, а-ля-карт и главный ресторан. То есть, посмотрите, вот наш номер и сразу ресторан. А здесь все это идут просто номера. Да, и есть один какой-то бассейн. Ну, то есть, если вас заселят вот здесь, я думаю, вам не особо будет комфортно сюда же доходить. Я так поняла, здесь нету никаких трансферов, которые могут туда везти по территории. Ну да, я тоже думаю, что нет. Потому что здесь такое все скалистый. Ну, каскадный такой. Каскадный, да. Поэтому нам повезло, видите, вот эти номера такие самые классные, тем, что они находятся рядом со всей инфраструктурой. Но это не стандартный номер. Да. Так, все, идем на обед. На обед у нас немножко фруктов. Гранат есть. Также есть рис, микс овощей, шпинат, макароны и два супа. Свежие овощи нарезанные, лайм, зелень и также имеются уже готовые салаты, заправленные. Небольшое количество, но выбор есть. Немножко солений, хлебобулочная станция, также совсем немного десертов, такие тортики. Здесь вы можете сделать себе чай, кофе, взять сок или какой-то лимонад. Здесь у нас станция с пастой. Посмотрите, как повар готовит. Ну и здесь у нас гарниры, картофель, рис, говядина и соусы. Вот такая вот духовка возле бассейна. Туристы включают свою музыку. Такой вот есть бассейн для взрослых и там в конце можете видеть бассейн для детей. Такие прикольные, посмотрите, зонтики из пальмовых листьев. Относферно так очень. вот здесь находится бар. Прямо сразу возле спуска. Конечно, пляж, видите, такой вот камни, тут песок. Сейчас найдем понтон. Вот, как можете видеть, есть небольшой такой песчаный заходик, но буквально вот сюда-сюда и желательно иметь специальную обувь, все любые, специальные обуви, так как может быть кого-то камни с уходами все порчить. А вот. Все идут по этому фонтону и там плавают за рифм. Сейчас пойдем смотреть, что под водой. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок На ужине у нас есть рыба, запеченная картофель, уже готовая паста, говядина, рис, курочка, также рис, еще овощи, разные лазанья и два супа, грибной и овощной. Уже готовые салаты есть, нарезанные овощи, немножко десертов и немножко фруктов. Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок показывали, была детская дискотека, потом была цирковая программа и после чего просто играла музыка. Вот здесь, видите, вы можете взять себе какие-то пуфики, чтобы посидеть почти на полу. Такой египетский прикол, не знаю, как его ровно назвать. Но, кстати, вечером там все забито. Да, потому что людей, сейчас отель находится в стопе, людей очень много и вот в этой части, как можете видеть, есть столики, стульчики, тоже играла музыка, там есть бар и как бы все было забито и люди сидели и на этих пуфиках. Но бар работает и вечерняя программа до 23.00. Да, кстати, это тоже обидно, это уже второй отель, в котором мы такой видим, что после 23.00 отель просто засыпает и делает тут по сути нечего, потому что закрывается бар. Самое главное, мы видели, как люди просто берут вот так вот с топками коктейлей заранее, как раз за 5 минут до закрытия бара и потом сидят, еще пьют, потому что... А что еще делать? Как бы... На завтраке у нас есть вот такие вот сладкие булочки, вафли, круассаны разные, тосты, колбасы и сыры, масло также, уже готовые нарезанные овощи, неплохой выбор хлопьев и холодное молоко. Здесь у нас разные бобы, сосиски, вареные яйца, картофель, баклажаны жареные, здесь у нас готовят омлеты и яичницы, мед, разные джемы и есть йогурты и фрукты. Еще имеется фалафель, какие-то сухарики, немножко солений и паста из бобов. Вот, ребята, вот тут вот если спуститься от главного ресторана, то есть вот тут видите, там где надпись Лабранда, это вечерняя программа, там вот спускайтесь, есть а-ля карт ресторан, но он платный, и мы вообще не видели, чтобы он работал, а-ля карты сейчас тоже не работают здесь, но он здесь только один. Здесь вот такие вот красивые качели, на которых можно сделать прикольную фотографию. Смотрите, есть вот такие вот стульчики под этим, я не знаю, мне так нравятся эти зонтики, конечно, на том пляже они выглядят чуть похоже, здесь видите, так их обмотали какой-то соломой и выглядит прям вообще очень красиво, это такая пальма, вся соломенная, можно так сидеть, дети, любоваться морем, конечно, море просто великолепное. Ну и, кстати, вот вы только что спросили, сказали, что этот понтон тоже Лабранде, он новый, и он не затопленный, то есть с той стороны мы говорили, есть затопленный понтон, по нему очень неудобно ходить, но есть вот такой вот новый, здесь еще одна вот такая зона отдыха, еще один бассейн, для людей просто, которые живут дальше, им неудобно будет идти в самый конец, так что здесь тоже есть где поплавать, отдохнуть, то есть у них здесь вот свой бассейн, свой понтон, еще один, здесь тоже бар, место, где посидеть, то есть как бы отель разделяется на две части, но в ресторан им нужно идти только в тот, который находится возле нашего номера. Вот смотрите, бассейн, да, наш, кто-то главный, вот он, наш номер, и здесь вот, если чуть спуститься, есть вот такая вот детская площадка и волейбольное поле, здесь очень приятный мягенький песок, такой расчищенный, все хорошо, как бы было не очень приятно в том плане, что мы спросили на ресепшене, работает ли китсклаб, нам сказали, да-да-да, а потом мы пообщались вечером с аниматорами, и аниматоры сказали, что китсклаб не работает, как бы он по факту есть, но там нет ни оборудования, ничего, и честно говоря, мы даже его не нашли, что мы подумали, что это он, но не похоже, похоже на какое-то помещение, да, и в общем сказали, что как бы есть детская площадка, детская площадка достаточно в хорошем состоянии, посмотрите, она такая деревянная, в принципе покрашенная, и как бы все окей, но детям, я думаю, тут будет интересно, давайте зайдем на саму территорию, там есть и качели, какие-то лазилки, вот смотрите, маленький, мини рукомойничек, туалет есть детский на территории, вот какие-то столики, возможно, по сути, это и есть такой китсклаб под открытым небом, то есть видите, есть столики, и то, что говорили, что нет оборудования, наверное, имели ввиду это, но также видите, есть ворота, я так понимаю, что их можно, чтобы люди поиграли в футбол, и там есть мячики, чтобы поиграть по ходу в бочу, ну в принципе, есть чем позаниматься, и вот вы уже слышите, я думаю, что аниматоры дневные, там уже начинают какие-то водные зарядки, и прочее, и прочее, ну вообще, как бы анимация, девочки, которые здесь работают, стараются, это отлично, вы были на канале туристического агентства Fly Tourist, спасибо за просмотр, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях, либо делитесь своим опытом посещения этого отеля, по поводу приобретения туров, вы можете писать нам в директ инстаграма, вайбер, в телеграм, ватсап, а также не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, там мы выставляем свежие варианты туров.